Насколько вредны могут быть бытовые источники электромагнитного излучения, такие как Wi-Fi роутеры и сотовые вышки для мозга и нервной деятельности? И второй вопрос, если можно. Как вы считаете, может ли уже существовать химическое, биологическое или электромагнитное оружие, способное воздействовать на психику больших масс населения дистанционно? Да, например, вызвать у них панику, эйфорию или какой-то комплексный эффект, связанный с отключением тормозных центров и активацией какой-то агрессии? Спасибо. Да, я понял. Значит, давайте начнем с конца. Насчет вот этих вот тормозных центров и всего остального можно отключать. Да, такие способы есть и существуют. Сказать, что это электромагнитное, нет, нужно очень высокую плотность. В поля чувствуются, конечно. Химические вещества, да, есть, которые их разрабатывают. Но проблема применения, там же везде ветер дует, кто-то получит, кто-то не получит, кто-то вдохнет, кто-то не вдохнет. Да, есть препараты, особенно построенные на феромонах, которыми пытаются таким образом воздействовать. Это интересно, это нужно. А по первой части вопроса у меня будет специальная передача, я позволю себе не отвечать, мы перенесем на нашу следующую встречу.